Пятый канал представляет О, Макс, привет. А ты далеко собрался? Не знаю. К маме. Я слышал, что у вас с Аней с утра скандал был. Если это из-за тех слухов, что про нас ходят, то ты не веришь. Всю чушь. Хорошо. Так ты не веришь? У нас все ровно. Хорошо. Максим? Аня дома? Ага. Хорошо. Сейчас поговорим. Да. Моя дура. Видишь, слухом верят. Сейчас скандал устроим. Макс! Это хорошо, что ты в порядке. Скандалистка. Люда, ты что делала? Нет. Красиво. Спасибо. Спасибо. Дышите, дышите. Говорить можете? Да, спрашивайте. Что сегодня произошло? Как вы оказались в квартире Волковых? Я просто поднялась в квартиру. Я видела, что Максим спускается, а мне нужно было с Саней поговорить. И я... я зашла. И там Аня лежала вся в крови. То есть, когда вы вошли, Волкова уже была мертвая? Да, конечно. Я даже близко к ней не подошла. Я просто... я не знала, что надо было проверить, помочь как-то. Я просто... там столько крови было. А наоборот... Сейчас, сейчас. Врача позову. Наш тарел тут не оделаешься. Ну что, как тут у тебя? Да нормально. Сейчас замеры сделаю, да и все на сегодня. Так, понятые. Смотрим сюда. Осторожно. Не наступите. Что значит, Макс был странным? Шел, как зомби, взгляд стеклянный. Говорил монотонно. И о чем вы говорили? Отвечайте, о чем говорили? В общем, ходили слухи, что мы и с Саней были любовниками. Это всего лишь слухи ли вы действительно? Ну, мы были симпатичны друг другу. Но слухи все преувеличивают. В общем, моя жена выбежала из квартиры и побежала по лестнице наверх в квартиру поговорить с Саней. И о чем ваша жена хотела поговорить с Волковой? Ну, вот об этом и хотела поговорить. О том, любовники вы или нет. Наверное, сейчас вы смягчили. Хотела волосы повдергать, да? Нет, ну так-то Люда моя за словом в карман не полезет. Но это не она ее убила, я вам клянусь. А вы были здесь в момент убийства? Нет. А чего клянетесь, если вас тут не было? Ну, а Макс? Ну, вот он ее убил, понял, что он творил. И шел поэтому с этими глазами остеклянелыми. А это он точно. Заключения экспертов пока нет, но предварительно отпечатки на рукоятке ножа залиты кровью. Кто ударил Волкову в сердце, неизвестно. Но надо хотя бы теоретически понять, кто бы мог это сделать. Это мог быть Максим Волков, это могла быть Людмила Кубина. У обоих был мотив. Теоретически это мог быть Игорь Кубин. У него могло что-то в мозгу переклинить, и он решил убить свою любовницу. Есть еще варианты? Если идти от мотива, то все верно. Есть еще варианты. Волкова сама себя убила. Не. Они режут вены, глотают таблетки. В крайнем случае прыгают в окна. Не женское это дело тыкать себе ножом в сердце. А, я смотрю, ты у нас специалист по женским делам. Теперь ты решаешь, как им из жизни уходить? А что, не прав, давай статистику посмотрим. Уверен, там вены и таблетки на первом месте. На пятихан, поспорим? А что мне с тобой спорить? Статистика фигня, Никит. Чтобы травануться, нужно найти таблетки. Токсичные таблетки, а то будет не суицид, а запор или понос. Чтобы вскрыться, нужно найти бритву. Нужно наполнить ванну горячей водой. Нужно залезть в эту ванну. Это все очень долго и нудно. А если тебе резко накрыло, ты берешь нож и вонзаешь себе в сердце. Или выпрыгиваешь из окна. Ну, если, конечно, окно не на первом этаже. Давай, пятихан. Какой пятихан? Мы даже не спорим. Я не спорить с тобой. Пришла я. Пришла заложить денег. Давай, раскошеливайся. Завтра. Ого, Никит. Дай еще. Нормально, так зарабатываете. Уважаемый, вы не из этого подъезда? Нам нужно войти. Есть включать домофон? Вам зачем? Нам нужна семьи старая квартира. Это квартира моей матери. Вы кто? Так вы Максим Волков. Мы из-за головного розыска. Ищем вас по поводу смерти вашей жены. Не понял. Я же видел ее утром. Вы что-то путаете? Так ты не в курсе. Сразу после того, как ты покинул квартиру, твоя супруга была обнаружена мертвой. А ваш сосед сказал, что вы были не в себе. Что характерно после убийства. Особенно близкого человека. Я не... Узнаешь? Узнаешь. Удорожались мы с ней не очень. Она была с учредителем в школе иностранных языков. А я последние полгода безработной. Из-за этого ругались в основном. Я искал, клянусь, не было подходящих вариантов. Сегодня тоже был скандал? Из-за чего? Она не могла забеременеть. Из-за моих проблем. Медицинских. А сегодня выяснилось, что беременная. То есть, как это? Вот так. Как в анекдоте от соседа. От Кубина? Он сказал, что у него не было интимных контактов с вашей женой. Мало ли, что он сказал. Ваша жена это подтвердила? Нет. Сказала, что от меня. Но я уверен, что от него. Сильный мотив для убийства. Скорее всего, состояние аффекта. Да не убивал я состояние аффекта. Конечно, состояние аффекта. Когда тебе сообщают, что твоя жена больна спидом. И залетела от другого. У любого будет аффект. Когда она мне это сказала, я вообще был как пришиблен. И ушел, чтобы все это переварить. Была больна спидом. Это еще откуда? Оттуда. Опаздывай. Угу. Чтобы последний раз. Максим, день добрый. Максим, Аню ждете? Да. Не знаете, скоро она там. Собирается. Собирается бедняжка. Вы, главное, держитесь. В таких случаях надо быть вместе. У нас был похожий случай в школе. Подождите, я не понимаю. Они бедняжки. Она не сказала вам. Ей очень сложно это сделать. Давайте я помогу. Мы получили анализы ежегодные, ну, которые сотрудники сдают. И... И у Ани положительный ВИЧ статус. У Ани ВИЧ? Тихо, тихо, тихо. Не кричим, не кричим. Люди ходят. В своей квартире обнаружена мертвой Анна Волкова. Смерть наступила от удара ножом в сердце. Под подозрение попадает ее муж Максим, который выбежал из квартиры перед обнаружением тела, и соседка Людмила. Она могла убить Анну из ревности, считая ее любовницей своего мужа Игоря. Следствие выясняет также, что у погибшей Анны ранее был диагностирован СПИД. А жена вам сама об этом не сказала? Нет. Спросил, почему Анна сказала, что была в шоке, не смогла. Из-за этого сута ругались? Да. И вечером, и утром. А утром она мне еще сообщила, что беременна. Что мне было думать, откуда у нее спит? От Кубина, конечно. Но если у нее не было других... Любовник, вы бы с выводами не спешили. Мало ли как люди получают ВИЧ. Теперь все равно как. Знаете, есть основания вас задержать. Но раз такое дело, давайте вы сейчас подпишите протокол, подписку о невыезде и в больницу. Сдайте анализы. Позже продолжим разговор. Сдайте анализы. Слушай, я ментам сказал, что ты этого не делала, что ты ее убить не могла. Но если это сделала ты... Этого не делала. Я пришла к ней в квартиру, она уже лежала там вся в крови. Я тоже считаю, что это сделал Макс. Но если это сделала ты... Ну, просто ты была зла на нее, хорошо? Если это сделала ты, нам надо уехать, понимаешь? У меня есть друг в Сибири. Деревня. Деревня очень глухая. Менты туда раз в месяц, дай бог, приезжают. Ты что, дурак? Тебе сказала, что я ее не убивала. Я ее хотела за падлой потаскать. Тебя я хотела убить. Но ты сидишь сейчас живой. Рассказываешь мне, что я кого-то убила. Ты меня сбакрить хочешь куда-то? Скажи мне, для кого? Аня-то больше нет. Прекрайся, пожалуйста. Я хотел как лучше для тебя. Как лучше? Ты хотел как лучше? Мне надо было тогда спать. Непонятно с кем. И Ане тоже было бы от этого лучше. Я с ней не спал. Правда, хочешь узнать, что случилось? Ну, поцеловались мне один раз в подъезде. Соседка увидела. Ну, а дальше добрые люди напридумывали. Но я с ней не спал. Спал, не спал. Тоже не имеет никакого значения. Аня мертва. Ты думаешь, что ты с этим никак не связан? Поцеловал мелочь какая-то. А он ее из-за этого поцелуя и убил. Ты тебя мог убить. Ты об этом не думал? Живи теперь с этим. Максима жарче всех сейчас. Эту историю. Зря я его отпустил под подписку. Надо было закрывать. А ты веришь, что это он должен? Навряд ли. Не такой он хороший актер, чтобы так сыграть удивление. Ну, а чего тогда его закрывать? Слушай, надо дать задание экспертам. Пусть проверят тело Волковой на ВИЧ и на беременность. Едем. Добро. Нервничаешь? Ты же вроде бросил. Я так думаю, одна сигарета не помешает. Как жена себя чувствует? Нормально. На нервах все. Конечно. Не каждый день приходится подругу убивать. Слушай, Макс, не начинай. Ты прекрасно знаешь, что Люда ни в чем не виновата. А вот ты... Менты с тобой говорили? Говорили. Не поверили, что я не убивал, потому и отпустили. Значит, Люда убил. Когда я из квартиры выходила, Аня была живая. Психовала, но живая. А через три минуты уже мертвая. Я видел, в каком состоянии Люда к ней поднималась. Состояние? Ты свое состояние видел, когда ты сверху спускался? Ты как зомби шел. И ты хочешь сказать, что ты в ступоре был из-за психов жены? Да, в ступоре. Потому что она мне сказала, что она беременна от тебя. И что спидом заразилась от тебя. Какой спид? Какая я беременность? Макс, от меня не могло быть ни спида, ни беременности. Так вы еще и предохранялись. Ну, чем я тебе не предсказать? Так, стой, стой, стой. Достаточно. Ты анализы, конечно, не сдал? Не успел. Поздно уже. Завтра сдашь. Ну, чем порадуешь? Прошел три уровня и убил 150 врагов. Чем не достижение? Тут, я чувствую, зла на земле меньше стало. Ты так говоришь, как будто сделал что-то полезное. Наверное, по дороге на работу бабушку через дорогу перевел. Плоский юмор. Результаты экспертизы пришли. Волкова действительно была беременна. Но вот не ВИЧ, тем более спида, у нее не было. Не понял. С чего тогда решили, что у нее вообще ВИЧ? Ну, по тебе же Волков рассказывал. Узнал от подруги ее. Соучредителя школы этой, языковой. Слушай, надо Волкову сообщить. Поехали-ка в эту языковую школу. Узнаем, что у них там за диспансеризация такая. Монстры пусть пока поживут. Я так понимаю, бизнесом вы владели на равных условиях. И после смерти Анны Волковой, Максим Волков стал вашим партнером. Нет. На этот случай у нас есть доп. соглашение. В нем прописано, что никто из близких не может претендовать на бизнес. В случае, в подобном случае. Расскажите нам о том, как у Волковой обнаружили ВИЧ. Все наши сотрудники ежегодно сдают анализы. И вот в этом году Анин анализ оказался положительным. И какие это имело последствия? Неприятные. Аня была директором школы и в нескольких группах преподавала. А после этого случая, знаете, как сейчас бывает, один узнал, в общем, чате разлетелось. И у нас в этот же день три студента ушли. Мы решили, что Ане надо побыть в тени, а я пока стану директором. Но она осталась соучредителем. Вот что странное, почему результаты анализов забирает не директор, а вы? Аня была занята, я ее заместитель, она мне доверяла. И мы подруги, ну, были подругами, близкими. Настолько близкими, что даже ее мужу эту новость рассказали первой. Я понимаю, может показаться, что я перешла границу, но... Вы поймите, Аня боялась сказать, а Максиму надо было это знать. Она могла заразить Максиму, понимаете? Волков рассказал, при каких обстоятельствах вы это рассказали. Наверное, поэтому эта новость дошла до учеников. Я в чем виновата? Я его где встретила, там ему это и сказала. И сказала я это тихо, а он начал орать, как ненормальный. Если бы он вел себя как мужика, а не как истеричка, никто бы не узнал. Может, он ее в припадке и убил. А с чего вы взяли, что ее вообще убили? Ну что, она сама себя убила. Именно. Довери ее. Кто? Знаете, что я заметил? Вам совсем их не жалко. Кого? Никого. Никого. Вам вообще никого не жалко. Анна Волкова найдена в своей квартире, убитая ударом ножа в сердце. Под подозрение попадают ее муж Максим и соседка Людмила. В ходе следствия оперативники получают информацию, что убитая была беременна и больна спидом. Однако повторная экспертиза не подтверждает наличие вируса в организме погибшей. Смертельный диагноз был ошибочно поставлен во время ежегодной диспансеризации в школе, со владелицей которой была убитая Анна. Ты думаешь, что это самоубийство, потому что веришь Волкову и Кубиной? Потому что мне результаты еще одной экспертизы прислали. Так вот, что ты так внимательно рассматривал в телефоне. Я думал, тебе эротические фото прислали. На правой ладонью свежий поперечный порез около трех миллиметров глубиной. Его расположение позволяет предположить, что он оставлен ножом, изъятым из сердца жертвы. Попереку-то как? Да видел этот нож. Он без гарды, без упора. На рукоятке ножа обнаружены следы жира растительного происхождения. Рукоятка была скользкой. Ты понял? Рукоятка была скользкая. И ладонь ударившего соскользнула на лезвие. Отсюда порез. Она сама себя ударила, как только муж вышел. Никто не убийца. Все, дело закрыто. Закроем. Как только съездим в больничку, где анализы на ВИЧ сделали. Ну, против этого я ничего не имею. Едем. Да, я помню Анну Волкову. У нас договор с этой языковой школой. Ежегодно сотрудники сдают кровь на анализ. А анализ на ВИЧ-инфекцию брал я сам. Скажите, вы лично ей об этом сообщили? Говорите правду. Мы будем проверять. Ну, не лично. Должен был. Но все результаты я передал Валерии Ляховой. Это сам директор школы. Они подруги. И она мне уверила, что будет лучше, если она сама ей расскажет. Чтобы сотрудники по одному сюда не ездили. Вообще-то это категорически запрещено. Ну, знаю. Виноват. Сколько у вас хранятся образцы крови? Две недели, потом утилизируем. А, хорошо. А мы можем провести повторный анализ крови? Сколько времени это займет? Иммунохроматографический тест до минут десять. Делайте. Что сейчас? И сейчас, и при нас. Это надо в лабораторию идти. Давайте я завтра все сделаю и вам пришлю результаты. Сейчас. Ловкость рук явно не ваш конек. Что? Решил пробирку подменить? Тест будем делать, Аня? Так все расскажешь? Я расскажу. Это все ляхло. Она хотела, как мне сказала, просто попугать эту Аню. Ты дебил, что ли? Таким диагнозом не пугает, а в могилу сводит. Я думал ее через месяц вызвать на повторный анализ, и тогда бы ВИЧ бы не подтвердился бы. Суде будешь рассказывать, что ты там думал. Сколько она тебе заплатила? Она мне ничего не платила. Сколько заплатила? Пятьдесят тысяч. Ну, другое дело. Собирайся. Поехали. Валерий, подождите. Уделите нам время. Поехали с нами. Есть длинный разговор. О чем? О причинно-следственной связи между фальсификацией по вашей инициативе медицинских анализов и смертью вашей беременной подруги и компаньончику. Что за бред? Да-да, он тоже в нашем разговоре поучаствует. Макс. И я тебе родителями своими клянусь. жизнью детей своих, не родившихся, и своей жизнью. Что я с твоей Аней не спал. Я знаю. Знаю, что она от меня забеременела. Анализы делали. Бывает же, что все вот так одно к одному сошлось. Мне в полиции рассказали, как. Что и как. Получается, что я один вообще крайний. Не так отреагировал, что у Ани Фичи. Понимаешь? Моя жена умерла, потому что я не так отреагировал. Что, тебе менты? Вот так прямо сказали, что ты виноват? Ну, не так, конечно. Это я потом вывод сделал. Виноваты эти сволочи, которые придумали ей ВИЧ. Ой, ой, ой. Все-таки самоубийство, да? Да, дорогая, прикинь. Ладно. Держи. Победитель. Так. Ну и кого, и по какой статье будем закрывать? Врача по 292-й, служебный подлог. И обоих вместе с Ляховой по 327-й, подделка документов. Ну так себе наказание за человеческую жизнь. По 308-й с Моей, по 493-й. КОНЕЦ, ПО 157-й. СООБЩЕНИЯ. КОНЕЦ.